Привет, пуля моя красотуля, лапуля. У нас с вами новый влог. И мы сейчас с вами поедем в Хофф, потому что уже пора, мне приспичило. Ну и я вам обещала показать полностью этот гипермаркет, который очень похож на Икею. Чем он похож? У него такая же раскладка, также можно ходить вот такими вот зигзагами, выбирать товары, ходить с тележкой и находить для себя что-то очень полезное. Единственное, что в Икеи не было столько товаров, сколько в Хофф, но и качество товаров в Хофф, там 50% ерунды всякой, а 50% можно что-то интересное и очень красивое и бюджетно найти. А сейчас я собираюсь, у меня доброе утро, второй раз, потому что я отвезла мужа на работу в 5 утра. Приехала домой, легла спать, перед этим, конечно же, попила кофейку, и опять легла спать, и я немножко отёчна. И я вам говорила, я покупаю сейчас патчи от отёков, и посмотрите, какие отёки. Это же кошмар какой-то. От отёков и разглаживания морщин уже это пятая упаковка, я просто посчитала свои заказы, пятая упаковка моих любимых патчей от Alex Skin. Это вот такие патчи. Стилёвая упаковка, внутри не менее стилёвая баночка, хорошо будет смотреться на любом туалетном столике, там, не знаю, в вашем шкафчике, очень красиво. Это просто белая баночка с чёрными надписями. О, боже, тут написано «Любить себя». Итак, что это за патчи? Вообще, бренд Alex Skin, вы, кто мне давно смотрит, я его люблю просто капец, потому что у них есть легендарные маски, которые сняли с производства, для того, чтобы их ещё больше улучшить, и открою секрет, вот буквально вот-вот, сейчас они выпустят их в новых упаковках, ещё с более крутым составом. Эти патчи, во-первых, они прозрачны, они более тонкие, чем остальные патчи, их тут много, и когда ты их накладываешь и выходишь на улицу, никто не видит, что у тебя патчи. Это огромный плюс, можно выбежать в магазинчик быстренько, не снимая их. Здесь обалденный состав. Здесь есть ингредиент ацетил-тетропептид-5, который с доказанной эффективностью убирает отёки под глазами. Плюс здесь ещё есть красная водоросль, тоже от отёков. Разглаживает морщинки. Тут, во-первых, есть гиалуроновая кислота, пептиды, авокадо, ирландский мох. И отлично увлажняет кожу под глазами, обожаю их перед макияжем и вообще сутрица. Ромашка, пантенол, алоэ, бисоболол и бетаин. Здесь очень много сыворотки. И накладываем под глазки. Вот так прижимаем. И всё. Вот вы его видите? Не видите. А он есть. На самом деле нужно подержать секунд 10-15, прижать его. Он никуда не сползает, этот патч. Вообще. Даже если вы будете прыгать, бегать, ничего вообще не случится. Это первые патчи, которые вообще никуда не уползают. Посмотрите, какой отёк. Накладываю второй. Прижимаю. Держу и отпускаю. Эти патчи полюбил не только я, но и мой муж, потому что у него постоянно тут отёки. И мы вместе с ним, когда едем на работу, приклеиваем патчи. Пока едем до работы, они работают. И всё. Он снимает эти патчи уже красивые. Но, как я говорила, самый большой плюс – это то, что их не видно. Они прекрасно держатся. У них обалденный состав, который убирает отёчность и синяки под глазами. Ну и плюс, конечно же, разглаживает морщинки. Подходит абсолютно любому возрасту. Ну и, конечно, не могу не отметить их стоимость. Они довольно бюджетные. Особенно если смотреть на их состав. Это просто замечательная цена. Так, прошло 15 минут. Как видите, их практически не видно на лице. Но они уже прям аж высохли. Представите на результат. Никакого отёка. Вы понимаете? Это чудо чудесное. Обожаю эти патчи. Так что, девчули, ссылку в описании. Ну что, пошли с вами в ХОВ. Встречает меня красивая ёлка. И хороший такой уголок. Можно себе что-то придумать. Вот есть у них отдел с новогодними игрушками. Но это оказался выход уже из магазина. Иду за тележкой. Сразу на входе всякая ерунда. Огромный отдел посуды. Но что я заметила? Это хороший выбор. Вы можете посмотреть. Приглядеться. Такие же есть наборы, как и в Икеа были с посудой. Разная утварь. Но вы можете посмотреть, как это выглядит вживую. И потом заказать на маркетплейсе. Почему? Потому что там всё это намного дешевле, чем в ХОВ. Есть очень много красивых вещей. Но стоят они намного дороже, чем в других магазинах. И, конечно же, на Яндекс.Маркете, на Озоне, на Валберес. Вы всё это можете купить намного дешевле, чем в ХОВ. Поэтому я считаю, что этот магазин, это не магазин, это выставочный зал, где вы можете просто всё это увидеть вживую и заказать то же самое. Самые популярные позиции, я так поняла, находятся у них в магазине. И просто заказать всё это дешевле на маркетплейсах. Хотите с доставкой, хотите в пункт выдачи, как захотите. Есть очень много закосов под Икею. И игрушки, и текстиль. Очень много подушек разных. Но, кстати, качество меня очень сильно расстроило, потому что много всякого говнеца. Пледы, если один экземпляр ничего, то всё остальное, во-первых, в катышках, стоит как самолёт. И выглядит непрезентабельно. Всё в катышках ужасного качества. Поэтому, девочки, Василёк вам в помощь. Там намного больше выбор постельного белья, полотенец, подушек, пледов. Поэтому, девчонки, не заморачивайтесь. Настолько плохое качество. Я нашла, кстати, наволочку из марли. Сто тридцать девять рублей. Вообще. И, если честно, вот я сколько ходила, людей там было много. Ходили и с корзинами, и с тележками. И я заметила, что люди особо товары-то не берут. И очень многие выходят без ничего. Что и я сделала, в принципе. Я что-то себе насмотрела, но тут же залажу на маркетплейсы, смотрю, что это стоит намного дешевле. И сразу не хочется покупать в Хофф, потому что там дороже. Зачем оно мне надо? Халаты ужасного качества, как будто их пьяный бомж носил, как половая тряпка. Поэтому, девчонки, не знаю. Вы туда можете сходить, просто посмотреть, что как выглядит. И потратить свои деньги на то, на что вы хотите, но намного дешевле. Выставочные все материалы, практически они либо грязные, либо сломанные. Но там можно найти неплохие решения. Например, для ванной комнаты мне понравилась штука. Она на зоне стоит 1500. Здесь 2300. Неплохие шторки для ванной. Но поскольку у нас ванной теперь не будет, у нас будет душевая кабина. Мне это не нужно. Но в эту ванную я бы, например, вот эту шторку бы взяла. Она просто обалденного качества. Очень много всяких крючков, полотенца, держателей. Но, опять же, цены очень сильно кусаются. Да и выбор на маркетплейсах намного больше и обширеннее, чем в Хофф. Оно какое-то все непонятное, пластиковое и стоит как вертолет. Ну, как этот стакан пластиковые тоники, может стоить 350 рублей. Я, короче, ничего себе не положила. Хотела купить там корзину для белья. Но, как вы видите, здесь представлено все в одном экземпляре. Просто некоторые цвета. Три-четыре цвета и то, которые не подходят. Кстати, вот эта корзина на заднем плане, она еще и сломанная. Пошла в отдел света. И что могу сказать? Выбор неплохой, но и не такой обширный, как хотелось бы. И цены намного выше, чем в Леруа Мерлен. Поэтому мы поедем в Леруа Мерлен. Выбирать себе, кстати, мы уже купили один светильник в прихожую. Выбирать себе люстры, светильники. Все это в Леруа Мерлен стоит дешевле. Я тоже залезла, конечно же, и посмотрела. Все дешевле и выбора намного больше. Что касается ковров. Вообще там не стоит покупать ковры. Потому что они очень дорогие. И качество не такое, как хотелось бы. В Леруа выбор больше. На Озоне и на Валберес намного выбор больше. И стоят эти ковры в 2-3 раза дешевле, чем в Хофф. И я не могу сказать, что там прям классный выбор. Нет, абсолютно. Все это уже, не знаю, 10-летней давности. И стоит недешево. Вот такой ковер 2 на 3 я купила за 5 тысяч рублей. Обалденный. Про шторы вообще молчу. Это какие-то половые тряпки. Все это полиэстер. Все в катышках. Вы посмотрите. Это так некрасиво. Ужасно смотрится. А стоят 2,5 тысячи. Вот я вам покажу в конце шторы. Я тоже купила их за 2,5 тысячи рублей. Это небо и земля. Это обычные тонкие полиэстеры. Не знаю, какая-то подкладочная ткань. А стоит тоже, ну, как бы недешево. Есть выбор рулонных штор. Пожалуйста, куча всякой утвари стоит посреди зала. С тележкой не разъехаться. И все это горами лежит. И никому это не нужно. Я не знаю, у Хофф надо пересматривать свою политику ценовую однозначно. И, может быть, какие-то товары оставлять. Вот, например, как эти защитные пленки для полок в ящике. Очень хороший выбор, кстати. И цена неплохая. Много контейнеров, мусорных ведер. Но очень много говнеца. Вот реально ужасного качества товара. И даже есть товары из фикс-прайса, которые стоят намного дороже. Сейчас чуть позже вам покажу. Неплохой выбор корзин. Но, опять же, все это стоит очень дорого. Я не знаю, откуда у них такая ценовая политика. Вот, пожалуйста, вам из фикс-прайса шкатулочка стоит на тысячу дороже, чем в фикс-прайсе. Ну, как можно это оценивать? Какие-то вазочки, блюдца. Ну, все это тоже, опять же, космических денег стоит. Я не знаю, на кого рассчитан этот магазин. Я вам говорю, вот сколько людей было, столько выходили практически без товаров. Что-то мелкое берут и все. Но, кстати, идея широкоформатной такой картины мне очень понравилась. Я буду искать где-то в других магазинах. Хочу себе такую картину. Ну, или что-то другое, но что-то очень большое. Выбор зеркал маленький. И тут же витринный образец оказался разбитым. Вот, пожалуйста. Не следят вообще за чистотой в зале. Вся мебель заляпанная. И это мы с вами только на первом этаже. Там же еще есть сокольный этаж, где можно выбрать мебель. Кстати, вот этот отдел с игрушками, это уже выход с магазина. Небольшой магазин. Я думала, он будет больше. Мы с вами сейчас спускаемся на этаж с большой мебелью. Диваны, кровати, шкафы, тумбы, комоды. И если диваны мне понравились, на самом деле там диванов есть очень большой выбор. На любой цвет, вкус, ткань, размер, габариты. Все, что угодно. Любой дизайн вы можете себе найти вообще для своей жопки что угодно. Хотите дешевый, хотите подороже, хотите средний ценовую категорию, не знаю. Но вот когда к мебели, вот к такой из ЛДСП подходишь, вроде бы она сдалека смотрится неплохо. Стоит, кстати, очень дорого. У них также есть дисконтный уголок с бракованным товаром. Но вот когда к ней подходишь, ты понимаешь, что очень плохо сделано. Очень много сколов, где-то не прокрашено, где-то пленка там зазборила. Но вот если смотреть на сам дизайн мебели, там можно найти что-то достойное. И купить это просто в другом магазине. Вы просто можете посмотреть, как на выставочный, я не знаю, материал. Неплохое, кстати, кресло. Мне оно вот чисто с виду понравилось. Но как только я уронила туда свой попец, девочки, я села просто на лавку твердую. Вообще не зашло. А вот это кресло мне очень зашло. Оно очень мягкое. Стоит 50 тысяч рублей. Но уже деформация ткани произошла. Вот это кресло тоже под Икею Закос. У меня такое стоит на балконе. Очень удобное, классное. Ну, наверное, потому что там подушка просто есть. Пожалуйста, он диван оббит пледовой тканью. Я не знаю, она, мне кажется, очень быстро деформируется. Ну, я этого не увижу, потому что у меня нет такого дивана. Очень понравился и этот диван. Хорошая ткань оббивочная. Очень хороший дизайн. Широкий, большой, удобный диван. Посидела, полежала. Бабушкин диван нашла, пожалуйста, за 20 тысяч. Ну, и он и выглядит, и сидеть на нем, как на бабушкином старом диване. Не понравилось вообще. Я, кстати, заметила, что вот если на диване есть вот эти вот стеганые пуговицы, да, он будет твердый. Вот этот диван максимально похож на тот, который мы себе заказали. И вот этот тоже, примерно такой же, наверное, мы будем заказывать. Вот наш диван. Вот такой же, только мы и покупали не в хов. И ткань у нас другая, и стоит он в два раза дешевле. Также они сделали комнатки такие с дизайном, примерно как в Икее. Но у них-то все очень плохо получилось. Дизайнеры у них абсолютно не какущие. Если в Икее ты реально заходил, смотрел, и ты вот понимал, какую комнату ты хочешь, и вот она тебе, пожалуйста, просто бери оттуда мебель, декор, и все переноси в свою комнату. То здесь немножко не так. Тут просто развешена мебель. Никакой стилистики, ничего такого они не сделали. Я, конечно, в шоке. Ну, ерунда. Ну, три стенки поставили. Шкаф, кстати, глянцевый, девочки, никогда не берите. Там столько пятен вообще. И стоимость такого шкафа, половина, точнее, шкафа, здесь составлено два шкафа, я обалдела. 60 тысяч рублей за такой ерунду, если честно. Даже рассрочку не хочется выбрать. Вот такие полки обувные никогда не берите. Все эти ящики обваливаются. Неплохой выбор столов кухонных. Но мы, кстати, решили не ставить стол на кухне, потому что мы там не едим. Посмотрела различные решения кухонные. Есть неплохие, есть, которые мне понравились. И, возможно, что-то примерно такое же мы и будем у себя ставить. Что-то недорогое, что-то такое лаконичное, стильное, но недорогое. И у нас не будет стола на кухне. Может быть, какой-то маленький. И то не факт. Потому что все равно мы на кухне не едим. Я там только готовлю. И время мы в основном проводим где? В комнате. Если мы будем в комнате, проводить время в комнате. Поэтому кухня у нас будет такая, ну, не знаю, приготовил и унес. Очень интересное решение. Если, ну, девочки, глянцевой кухни никогда не берите. Все пальцы там будут. И, кстати, была там одна кухня. Там поверхность была именно софт-тач, матовая. И я заметила, насколько грязные там дверцы. Я, вот, вот, можете посмотреть. Я прям обалдела. Все пальцы видно. Кошмар. Такую точно я не хочу. Потому что это постоянно любое прикосновение будет видно. У них есть неплохой выбор шкафов. Но, опять же, качество. И даже вот до ручек не хотела дотрагиваться. Все грязное. Качество хромает. Поэтому лучше заказывать. Может, что-то на заказ. Может, где-то в других магазинах. Но вы зато можете увидеть дизайн. Есть выбор раковин, столешниц. Каких хотите. Хотите ЛДСП. Есть разные расцветки. Пожалуйста, я, кстати, точно буду ставить ЛДСП на съемную квартиру. Но очень хорошо обработаем. Чтобы ничего не затекало. И не разбухло столешница. Но, на самом деле, столешницу из ЛДСП поменять можно. Это недорого и не больно. Как столешница, например, из акрилового камня или кварцевого агломерата. Он тоже, кстати, там представлен. И можно посмотреть цветовую раскладку. И выбрать себе, что вы хотите. Кстати, там это очень дорого. Можно примериться и посмотреть, какие матрасы. Полежать, посидеть. И понять, надо или не надо. Неплохие тумбочки есть. Детские кровати можете посмотреть. Пожалуйста, детскую вообще мебель. Там много приставлено. Я чуть-чуть вам поснимала. Но есть выбор, который можно заказать в другом месте. Опять же, постоянно тавтология, что девочки, не покупайте там ничего. Меня Хофф, наверное, обидится. Но, если честно, мне ужасно не понравилось. Но, кстати, качество диванов и кроватей мне понравилось. А вот все, что из ЛДСП, сделано плохо. Кровати есть обалденные. Есть с подъемным механизмом. Есть высокий. Есть широкие. Любого размера. Очень нравится. Тюль сразу идет на ленте. Можно будет спокойно повесить на карниз. Повешать. Ну, неплохо. Края тоже, где я тут хотела посмотреть. Обычная обработка краев. Никаких проблем. Слушайте, нормально. За свою стоимость вообще огонь. И она такая не ярко-белая, а она немножко даже чуть-чуть с молочным оттенком. Не хотела сильно белого. Ну, нормуль. И шторы. Шторы под бархат. Вот такие, девочки, серые. И самый прикол, что они в разном освещении по-разному смотрятся. Они могут быть чисто серые. Видите? Если чуть-чуть теплый свет, они немного кофейные. И нам отлично подойдут вот наш интерьер. Они, кстати, тоже идут сразу на ленте. Хорошо подшиты. По воду вам выбирала. И тоже на ленте. Можно, кстати, регулировать высоту ленты, чтобы карниза не было видно. Я вот такую ленту больше люблю. Ну, короче, две шторы. И они идут 4 метра. 4 метра каждая, по-моему. По-моему, 4 метра каждая. Ну, короче, девчули, постираю. Отпарю. Повешу. И покажу вам, как это будет смотреться уже в конечном результате. Но стоит вообще очень бюджетно. Намного бюджетней покупать вот такие дела на Валберис и Озон, чем в обычных магазинах. Тем более в Леруа Мерлен, потому что там намного дороже. Качество обалденное. Вот реально тяжелый такой бархат. Как будто классно. Мне нравится. Ну и пропускная способность у этих штор. Практически минимальна. Не блэкаут, конечно. Но нам и не нужно, чтобы было блэкаут. Так что, девочки, рекомендую. Я ссылки. Артикулы не знаю. Короче, как-то оставлю. Ну, ссылки оставлю, господи. Оставлю ссылки на тюль и на шторы. Так, что еще. Так, я заказала себе скраб от Bodyness. И еще одну банку от Bodyness с Валберис заказала. Баттер. Обалденный баттер. Конечно же, мои любимые полоски от Rijal. 14 штук. Для поддержания чистоты рта. И заказала себе на зоне пирсинг в попок. У меня вот эта шайбочка потерялась. Обалденный пирсинг. Ничего не цепляет. Несмотря даже на вот эти вот мелкие детали. И заказала здесь сразу два, потому что смотрится просто великолепно. И, кстати, по поводу постираем. Мы сегодня с Аней с утреца заказали себе машинку. Стиральную и сушильную машинку. Так, сейчас у нас на зоне Черная Пятница. И заказали машинку Beko. За очень приличные деньги. 7 килограммов загрузки. И сушильную машинку я выбрала Маунфилд, по-моему. Да, Маунфилд. Ту, которую я хотела. Она вообще прям была на скидке. Это Маунфилд М168WHE. Очень крутая машинка. Отзывы обалденные на неё. Вот. Beko вот эту. Хорошая машинка. И несмотря на то, что она серая, меня это абсолютно никак не смущает, девочки. Стильная машинка. У папы такая же, только белая. Вот. Отлично всё отстирывает. И цена просто офигенская. Офигенская.